Всем привет на культовом канале Планетка. Это вторая и заключительная серия из Мьянмы. Что было в минувшей серии, а мы попали в военный замес между армией Мьянмы и тамошними повстанцами. Глухо безвылазно засели в долине Магог, из-за чего полетела вся последующая логистика, но тем не менее мы не теряли надежды выбраться оттуда. Со мной Вадик, известный вам по каналу Пан Черепан и Чаусов, первый мент, который совершил кругосветку. Ну что же, смотрим. Если вы думаете, что на утро все прекратилось, то... То нет. Это, конечно, работает лучше любого будильника, но новый день. Сегодня снова попытаемся вырваться. Радует то, что машина наша стоит внизу и багажник у нее открыт, водитель рядом, то есть, как бы, надежда есть. А Вадик, конечно, вчера дал маху. Я говорю, да теплый. Я, у меня утро начинается с виски. Тебе нельзя здесь больше, если ты сопьешься здесь. Немножко перепил, ну... Здесь и сейчас. В чем жутко? Не, ну, как бы, тяжко. Возвращая ключ на ресепшн, на чекаут, я сказал, не прощаемся, потому что, как вот, вчера мы вернулись спустя какое-то время, снова заселились в те же самые номера. И, возможно, что, вроде, наши сопровождающие настроены решительно. То есть, если бы, я думал, что у них уже точно какая-то информация насчет пропуска, непропуска через КПП была, и нас бы уже тормознули на этапе пробуждения. Это серпантин и длину, блин, три часа. Вот мы должны отсюда выйти и попасть вот до того КПП, где нас молодцы, красавцы, не пустили. Но сказали, что днем псы сидят в будке, не вылазят. Поэтому я еще про повстанцев говорю, да. Перед открытием на КПП, сегодня у нас индийская кухня, наконец-то, непальская, непальская. Они как будто тестируют на нас какое-то новое меню, уставили весь стол, Женька не ест ничего, не то, что брезгует, опасается перед дальней дорогой. И принесли такие полусырые яйца. Как сказал Данила Багров, это чтоб не забалдеть. Это чтоб не забалдеть. Ну что ты, пошли. Давай вискаря сюда. Ну, я тоже, я тоже выпью. Давай. Вот, красавец. Ну что, давай. Давай. Мы сейчас не доедем, это сейчас хор Дроздинского будет у нас. Как будто здесь бомба. Навость оформлена. А на тебя будет осколоченный. Я вот смотрю, думаю, где опаснее сидеть сейчас в одной шее, где спереди или сзади, или везде. Не, не отходя от кассы, можно сказать, тут же поставщики принесли на ладошках своих, желтеньких, морщинистых, показывают, мнут камешки руками. Какой Руби Софай, ты чё? Мамешки, ты бессимая. Ну, Стас Софай. Помнишь его? Никогда его не забуду. Ещё бы, это сам афганский Турмалин Лагун. Восходящая звезда на рынке драгоценных камней. Вот мы его отдаём всего за 499 долларов за карат. А если забираешь все вот эти пять камней одним лотом, то цена будет 449 долларов за карат. Да вы что? Дёшево, да, понимаю. Особенно, когда знаешь, сколько он стоит на самом деле. Ну, это я, да, я слегка в замешательстве. Лестер, это покупка, за которую ты всегда будешь говорить себе спасибо. Ну и нам с Вадиком заодно. Да, и ещё больше причин, чтобы... Ирине раздумывая. Найдёшь в Телеграме GemPlanet и прямо в Директ пишешь, и мы тебе расскажем повод всей этой акции. Ну и вообще подписывайся на наш канал, в конце концов, ты чего? Лучший канал про гемологию. Мы прорвались. Кто-то мне подсказывает, что можно было и вчера прорваться, но... Когда едешь по джунглям, где ты этого чела видел, который брал у неё рукой взятку, а теперь он с перемотанной рукой, но без броника по-прежнему. И про меня скажи, про меня. Чаусов тоже с нами. И сейчас мы... Да, пусть даже так. Сёла сменялись деревнями, кишлаки аулами. Потихоньку к вечеру въехали обратно в Мандалай. Все, конечно, сильно устали и въезжали уже в горизонтальном положении. Волга-матушка и кочинный мир натекла по мьянгу. Или это не Волга? Ну так похоже. Ладно, здесь от нас отсоединялся Вадим. Он оставался в Мандалае ещё на один день. Сегодня мы провожаем Вадика. Ну, браты, ну было по уровню даже серьёзности. Зрители скажут, было или не было. Но каждого из нас, мне так показалось, и это нас всех объедило невидимой вот этой нитью. Которым мы стали пообратимы. И мы должны быть чаще вместе. В мьянме праздники. И поэтому никаких билетов на самолёт, с учётом того, что мы вчерашний... Вчерашний свой езд мы пропустили. Новых не купить. Всё забито вообще. Мы поехали на автобусе. Придётся тряхнуть, да, стариной. Тряхнуть стариной. Очень давно я не делал вот это. Многочасовые. 12-часовый автобус. Желец вот это всё. На каждом автовокзале в любой азиатской стране есть такой авторишала, распорядитель. И он всегда подскажет, вот он, вот он, лысенький, лысенький. Обещали купе, купейный вагон. А, H. Отлично, у туалета. А если что, за его... У вас есть H1H, чувак. Да, нет, нет, не Супер, это Супер. Это Фэмилии Рум. Да, Фэмилии, но я не Фэмилии. Да, Фэмилии Рум. Как это называется вообще всё? Автобус. Автобус купейного типа, но купе досталось только нам. Дабл Рум. Но вообще, кстати говоря, странно. Вообще, первый раз я такое вижу, да, вот с этими, с комнатками. Я посмотрел так в других автобусах, даже этой же самой фирмы. Комнатки нет, есть экраны. Либо комнатка, либо экран. В общем, я в результате вот этой всей фантасмагории в Янской потерял три рейса. Но, ладно, не увидите, как живёт русский парень в буддийском монастыре. Я должен был лететь на побережье в буддийский монастырь. Два года назад с нами в Ирак ездил паренёк Женя. И вот уже больше года Женя буддийский монах в Мьянме. Бритая голова, новое имя, жизнь в монастыре, все дела. Меня зовут Женя Кузнецов, или Шейн Куттала. К нему я должен был лететь сразу из Янгона, чтобы снять сюжет про его тамошнюю жизнь. Ибо не знаю человека с большей метаморфозой за последние годы. Но вот рейс слетел из-за того, что нас задержали повстанцы. Новый уже не купить, везде солд-аут. Но за Женей можно следить и в его телеграм-канале. Такое всё-таки не каждый день встречается. Также, ввиду сложной политической обстановки, движение автобусов, оно достаточно интересное по сравнению с любым другим ночным автобусом. С 12 до 4 он стоит на месте. Комендантский час. Комендантский час. Ну, через где-то примерно 2 с половиной часа будет вот эта большая сонная остановка. Я не знаю, честно говоря, как он с 4 до 6.30 забирает себе РФИНГО. Но водителю стоит доверять. Он, как бы, видимо, матерый, матерый в этом деле. Ну, почти вовремя приехали. Ну, в принципе, нормально. То есть, правда, опоздание почти на 2 часа. Но очень большие пробки. Ничего не поделаешь. Вспоминаешь свою молодость. Ночные автобусные переезды, азиатские страны. Рюкзак на спине. Романтика, блядь. Заселились в отель в Чайна Тауне. На Янгон было выделено почти 2 дня. Но я все равно задавался вопросом. Чего в этом Янгоне делать? Ну что, сначала окунемся в ночную жизнь. Которая тут тем более до 10 вечера всего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ногти, чтобы не убежал, да? Отрываешь. Вот это все есть. А что есть? Все. Пошли уже, стянем. Как думаешь, они их ловят? Может, динамитом? Там прям вопрос, куда кидать. Понимаешь, опять же. 19 улица самая, так сказать, самая драйбовая во всем Янгоне. Ну, конечно, не Каосандрот, но поуже, поуже, значительно поуже. Сегодня суббота, и потому народу... Народу много. Со стряпанное ребятами мясо было крайне сытно. С заботой распакованное, и чуть ли не уложенное нам в рот. Душ принял. Рубашка сухая была. Все, нахрен, опять в пот. Опять все во рту горит. Это знаешь, почему? Это из-за диктатуры. Ну, такое состояние, знаете, когда хочется попробовать все. Все, что предлагает уличная торговля. Например, выиграть мороженое, вращайте барабан. How much is it for one? One, two hundred. То есть ты покупаешь, чтобы он еще одну. Если у тебя выпадает шесть, то он тебе шесть делает. Правильно? Крутить? Крутить, конечно. Какой-то егубой. Хватит уже. Погоди, я не понял, кто кого развел. Вроде... Эй! Вот ты идешь, идешь, торопишься куда-то. А нужно остановиться, просто посмотреть, да? Вот туда, прикинь, подняться. Ну, смотри, как красиво. Отправились мы посмотреть, как живут местные. Выбрали максимально аутентичный вариант. How are you? Спасибо. И как Вы? Мы... Посетим. Я думаю, как в後LET. Да, да, да. Мы пытаемся, чтобы... Вы должны приблить стыд. Если вы возможно, я думаю... Я думаю... чтобы вы что-то идете. Для Booто. Да. Знаете кто-то здесь? Нет. Нет. Мы появились на первый раз, здесь. Нет. Я думаю, что вы можете туда. Окей. Здесь у вас есть апартамент. Что? Апартамент. Апартамент. 16 комнат Это как палец? Да Многие люди... Если вы не понимаете, вы можете показать нам? Нет Окей Не волнуйся Спасибо Спасибо По крайней мере, мы узнали, что из себя представляют берманские коммуналки Два пьяненьких таких белок вырываются, слушай, но если не отвлекаем, просто извини Можно пройтись по хате у тебя? Почему-то, почему-то мне до последнего оказалось, что он согласится Вот Вадик бы додавил стопудово Сейчас мы пришли в самый знаменитый ночной клуб Янгона Клуб Эмперор Я уже вижу его зелененький логотип Поскольку ночная жизнь, как нам сказали, здесь заканчивается в районе 10 То мы решили пойти в 8 В 8 вечера Клубе Император никто, конечно, не разрешит снимать Ну, попробуем словами Заходим, значит, нас сразу начинают мысленно облизывать со всех сторон Мы говорим, народу много, там говорят китайцы, корейцы Ну, видно, что интереса Ждали вас Интереса в его глазах не было Он сказали, ждали вас Мы, значит, заходим Садимся Все там по щелчку пальцев Вот по периметру стоящих буквы по сидений Сразу образовался просто круг девушек Хотел Женьку снять, да, снял балл, потому что Женька сидит один на диване И вокруг него такой панорама, бэкграунд отличнейший Ну, штук, наверное, 25 их было просто Ну да, то есть А, еще самое странное, они его так фонарями светили Да, они подходили специальные женщины, которые пострашнее, у которых, видимо, другая функция Светили на нас причем Функция светить фонарями, да Причем они подсвечивают девушек, чтобы можно было визуально оценить их данные внешние А потом началось фэшн-шоу А потом началось фэшн-шоу, это был такой колхоз Они с такими лицами, просто, знаешь Не, я сейчас круче сделал, мне кажется, еще Видно было перегруз мозгов, с каким усилием давалось им ходить по, ну То есть ты доходишь до колонны, делаешь 90 градусов поворот Некоторые в этот момент, у них каблуки немножко припадали, и они вот это В общем, ко мне сразу подошла такая девушка Хо-и, как она сказала, а потом написала Это пишется вообще по-другому, не так, как я произношу Джек Красиво выглядело Вот, я говорю, по-и, ты как бы далеко не отходи, ты держи меня в поле зрения И мы с тобой потом уйдем Причем мы сидели, значит, эти как облепили Ну такое, я-то не любитель Может ты где-то видел, да, такое, что они прям нависают над нами И этого позвали, ну делягу-то, который, значит, нас привез У нас пиво было включено И я ему говорю, слушай, можно, говорю, нам немножко дать все тут свободного пространства Он прямо вот так сделал руками, и они тут-то сошлись Мы, наверное, час где-то пробовали там, ну шоу посмотрели Да нет, шоу бомба Мы перешли просто дорогу И тут, конечно, напротив, ну совершенно другая публика Ну это Сингапур Оно ахрененно длинное И там в конце караоке Но в караоке почему-то Женьке не дали спеть Нет, говорит, сто тысяч Я говорю, много Тысячу, он говорит, дай десять Я говорю, нахуй Ну там пели жутко совершенно, но зато какие были Какие типажи Там просто вот, знаете, как в собачьем сердце Булгакова В кабаке вот, где Шайков танцевал, они примерно так же и танцевали А потом начался вот этот акробатический батл Ну это уже я заснял, давайте посмотрим Пришли мы, значит, в клуб этот Сингапур Вообще монтажом можно сделать так, словно местные залупались на Чаусова, а он им втащил Но так не было Потому по порядку Тут прекрасно все И мьянманская акробатика И по-и И комментарии Чаусова В гимнастическом порыве сошлись пьяненький мьянманец и чемпион МВД по колесам Чаусов Тут можно вообще смотреть без закадрового комментария И так все ясно и одновременно неясно ничего Белые розы, белые розы, без защитных шипы Что с вами сделал снег и морозы Лёд и ветрен голубых Люди украсят Вами свой праздник Лично несколько дней И оставляют Глаз умирает На белом На белом На белом В холодном окне Ну, мы пошли с по-и заниматься своими делами А Чаусов 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 в бар Дальнейшая сцена Понятно Вырезана Из-за ютубовской версии Но как мне приятно Что она нашла Столько откликов У зрителей Платных подписок Но здесь у нас на ютубе Публика целомудренная Ей и ютубу Такое показывать нельзя Но вы всегда можете Оформить платную подписку За 300 рублей На бусти Для обладателей карт Российских банков И за всего лишь 5 долларов На патреоне Для обладателей Иностранных карт Смотреть вот все то Что вырезано Можно в полном объеме Тем более Что даже вот эти девушки Просят меня Чтобы эти сцены Ну, как-то были подлиннее А также инфа По набору подписчиков В будущие поездки Плейлисты Удаленные с ютуба Выпуски А также серии Которые никогда не будут Здесь опубликованы Все это на платных подписках Если нет сил ждать А выпуски там выходят На две недели Раньше Чем они появляются здесь Ах Велкам Ссылки В описании К этому видео И уже как на выходе Из этого клуба Император Подскочил мальчонка И вот Женька нам С По-И Сделал нам Классическую Фотографию Берманской семьи Сынишка Жена И я Ну а что Вышли с семьей На прогулку Тут мы С По-И Прямо сама идиллия Так, а это кто Не заказывали мы такого Я отправил По-И Домой Вышло 6 долларов Дайте Потратить нам деньги Почему Вы не даете Потратить нам деньги Один коктейль был Один доллар Ну вот какая-то тут совсем уже другая Мьянма Не такая аграрная и отсталая Молодежь вытягивает Да я только спросить Тренер Так Смотрели Ливерпуль Арсенал На выходных Во, в этом году конечно Яртет и Ливерпуль Очень хороши И угадайте на кого я поставил Если я вывел 7000 рублей с 1xbet Ну-ка Это типа хорошо да? Ну конечно Я хоть и не люблю Европейские чемпионаты Но пока В России Перерыв Приходится смотреть Ну а чтобы хоть как-то Так сказать мотивировать себя На просмотр Иногда делаю ставки Ладно Ну раз ты говоришь хорошо Я говорю отлично Ну на этой неделе еще у нас Арсенал Вестхэм Молотобойцы идут на седьмом месте Как это называется Андердоги? Андердоги Да точно Вот смотри Значит у 1xbet Коэффициент на победу Арсенала 1.4 Почему? Прикинь А ведь Арсенал не был чемпионом Ровно 20 лет Это еще со времен Анри и Беркомп В том году были так близки Но опять Манчестер Сити Я не знаю может быть в схеме дело Что думаешь? Эти пацаны с детства играли 4-4-2 Значит они всегда будут знать что делать И что важнее Где им надо быть каждую блять минуту Против каждого блять соперника Ух Кто это придумал? Русские? Русские, русские Как бы то ни было при первом пополнении По моему промокоду ПЛАНЕТКА Вы получите бонус до 32500 рублей На первый депозит Так что попробуйте зарегаться Если вы еще до сих пор не И вноси свой первый депозит Ну что решил? Господи что же решить? Ой да пофиг давай Ссылка в закрепленном комментарии Ну-ка По Янгону и вообще по Мьянме Ты передвигаешься исключительно в присядку Потому что для нашего роста это Очень низко А для бирманцев абсолютно нормально Будешь идти выпрямившись Будешь задевать головой все Женя Тот самый монах Свел нас онлайн с Петром Козьмой Большим знатоком Мьянмы И живущим здесь уже много-много лет У него есть даже замечательная книга Наш человек в Мьянме Найдите не поленитесь Классная Этот седовласый господин Конечно кладезь знаний об этой стране Сложность вызывала то что он сторонился камеры Но придется мне самому рассказывать Для меня Считавшего всегда Янгон столицей Мьянмы Стало открытием Что с недавних пор столицу Отсюда вообще перенесли Теперь она в ней пьедо С 2005 года Нас завели в местной Ну как сказать В принципе Проводство Ликистер И показали какую водку пьют местные Ну я думаю что В принципе богатые бирманцы пьют нормальную все таки Да и они не водку Я думаю что это по Они вот эту пьют в стекле В стекле да Есть Дэй Она правда вопреки увещеваниям профессора Преображенского Не 40 градусов а 25 То есть водка это сложно на самом деле назвать Но уже по упаковке видно что в общем то дешевое пойло По упаковке видно что она мягкая Это уже когда ну Такое знаете пыльное пойло Оно такое Чувство застоялось на пылавке Как же ты такую в танк бросаешь Это 1800 1800 1800 Это 5 долларов Да Ну где то 1800 Это полдоллара Да полдоллара А полдоллара Полдоллара вот такая Вги 5 долларов Это 800 Искнешь? А пробуешь? Нет А ты свой ящик взял? Да А тысячи что ли? Блин я дал ему 3 доллара и он мне сдачу еще сдал Ты сейчас прям здесь будешь? А где? А здесь можно? Блин Прикинь ему дал денег а он еще больше вернул чем ты отдавал И бутылку А как? Пусть берманцы научат нас пить воду А как пить то покажи А ну Ау Ау Дай пусть понюхать Это спирт вообще Ну бамма это чисто спиртом Ну я вот эти руки протеряю Ну кстати да вообще этот очень мягкий Попробуй Она не крепкая же Мягкая мягкая Да Ну еще Нет спасибо Помимо алкогольных вот таких штук еще естественно популярен бетель или бетель До сих пор не выучил как правильно говорят так и так можно Вот И соответственно я вижу что ну большие проблемы у перманцев после этого с зубами Значит что это такое На лист бетеля мажут гашеную известь которую получают из раковин мажут Молюсков Посыпают сверху крошкой бетель ореха Добавляют пряностей или табак Лист с начинкой сворачивают вот в небольшой сверточек Который кладут за щеку и пережевывают А слюну сплевывают И потом все красно вокруг Глотать тем более слюну нельзя Это вредно для желудка Все вечно все красное все пережеванное Вот Как это выглядит визуально это не очень приятно Вот И говорят что у перманцев три проблемы Кривые зубы Сахарный диабет И высокое давление Вот так вот Вообще в моем личном рейтинге Берманки одни из самых некрасивых женщин в мире Наш местный сопровождающий Петр сказал что Красивые шанки Берманки нет Потому что берманки Особенно после замужества Становятся вообще просто какими-то клушами Которые сидят дома Смотрят корейские сериалы И пилят мужей А вот шанки красивые Шанки сохраняют бодрость ума Глазками стреляют И в общем-то очень симпатичные особы Женька, где мы? Куда мы едем? Мы находимся в супермаркаде местной Он построен на территории бывшего армянского подбища Привет подписчикам из Геревана Ну давайте обзор цен что ли Видя какой резонанс вызвал обзор цен в супермаркете на Мадагаскаре Попробуем здесь осуществить такую же затею Значит да, смотрим молоко 3400 за литр Один евро Сироп пиво стоит в углу поилавка Пиво Мьянма Нормальное пиво? Нет, все говорят, что это лучшее пиво Мьянма Ну да Пиво Мьянма Тема в чем? То есть вот это пиво стоит там а-ля Ну довольно дешево По-моему там 2-3 доллара Но есть другие пиво Которое стоит дороже И градус у него больше В чем фишка? Вот это пиво Его крышуют, ну грубо говоря, производят мьянские военные Это принадлежит пивзавод им Вадик, по всем вопросам Но если что, там водка была дешевая Есть водка подороже Водка произведена в особых регионах Ну есть выбор, есть Да ты все равно водку не пьешь Зачем тебе водка? Зато какое разнообразие вин в Мьянме Мммм Мясо 33 цента за 100 грамм Следовательно почти 3,5 доллара за килограмм Хочу взять какой-нибудь кофе Вот как думаешь К водке, да? Клей по всему Как думаешь, вот это и вот это? Кофе за 250 грамм 6 долларов И чай еще Чай? А чай вкусный? А чай здесь не заваривают Его здесь варят Ну это прямо Такая серьезная упаковка Ну я не знаю Ну Нара Нара хороший чай Послепусие такое у него Чай, да Про чай будет еще конкурс в конце 70 центов за килограмм картофеля Томаты 60 центов за килограмм Подсолнечное масло 3 доллара 30 центов за 1 литр Всю дорогу Вадик негодовал по поводу Проникновение косметологической Интимной жизни местных девушек В общественную жизнь Ты делаешь процедуру С душа вышла там Нанесла маску Ну смой ее Вот нахер ты ходишь А тут, знаешь, по всецело Я вот не могу понять Вот для чего Когда ты свои интимные Косметологические истории Выносишь на показ в публику И это привело Эпидемиальный Эпидемный характер В масштабах всей страны Ну, Вадик, вот такие особенности у страны Где все мужчины носят тюбки А у женщин лица разукрашены Тот ингредиент, который женщины местные Женщина наносит себе на лицо То, что встречается здесь часто И то, что в любой другой стране Будет выглядеть достаточно странно Здесь это в порядке вещей Возьмите эту баночку, откройте Поставьте тарелочку с водой Неглубокую, повозюкайте пальцем по этому порошку И вот так вот И часа два походите Потом смоете Почувствуете Что у вас тоже стало лучше Шелковистки Вы тоже используете или нет? Я нет Но они это делают на целый день Они это делают на целый день А на ночь смывают Или так же спят Подушку пачкают И так и так Нет, если как бы В России в таком виде по улице ходить То это не поймут Не поймут Поэтому как бы лучше Перед сном расслабиться И принять такую косметику И в афганском наряде еще Расслабиться перед сном Возьму себе одну Вадик, значит, давай для тебя Танака Это такая древесная пыль Вот я ее привез Которая защищает кожу от пересыхания И воздействия солнечных лучей В супермаркетах Мьянмы можно купить вот такую баночку Но на самом деле обычно Танака продается в виде вот таких вот поленьев Поленья эти для бирманцев стоят в общем-то не дешево Но, как говорится, традиции обязывают Нихуя не нанес Ну потому что эта штука в основном для баб Мужики ею редко пользуются Может кожа у них какая-то другая Хотя Ну это как свеклой Тут сразу масса экспертов собралось Танака Ну в общем проснулся раз-раз и все И красавец пошел на работу дальше Главная достопримечательность Киенгона Пагода Шведагон Пагоду часто пытались разграбить иностранцы В 19 веке британцы пытались вывести из нее колокол, весящий 23 тонны Лодка не вытяжила веса колокола и затонула Англичане что сделали? Значит пообещали оставить колокол берманцам, если те смогут поднять его со дна Берманцы не будь дураками просунули под колокол бамбуковые бревна И он всплыл самостоятельно В общем Женька у нас любитель буддизма, пагод и прочего Я не пойду Тем более я был в Янгоне 10 лет назад И юбок особенно Да что ты все теряешь то? Наклей себе куда нибудь На лоб Долба не достала И в общем пошел на экскурсию по главному пагоду Янгона Говорю возьми камеру саму Янг и в свой телефон сниму, ну посмотрим потом Прямо через дорогу от Шведогона парк развлечений Что такое развлечение по-бирмански, помимо Беттеля, мы сейчас узнаем В общем Чалсова потянуло развлекаться В бирманский Диснейленд Потому что есть Алешка у тебя Алешки, ты вздыхаешь зря Алешки, все твои мечты Только о Сереге позабыла ты Особенно хорошим ком Первый раз встречаю в выборе призов кискотические наборы Крема, помады, тени Местная Шкида, как выпускники колонии для несовершеннолетних толпились у павильона ужасов Ну мы решили, что это знак Узнать, что такое хоррор по-бирмански Ну не знаю, для местных это наверное страшно А нам мокрым становишься точно не от увиденных Как раз я весь сырой Ты просто испугался в этом манаха Ты реально видел их кошку Это просто дыни Да просто скинхеды 90-х вообще И маленький ты Буича, Хэнка, Гурыня Сказано древними, что от района к району глаза и внешность у местных жителей отличаются Что есть Чайна Таун, чуть подальше индийский Азар Аратам армянский Азар Аратам армянский Как ни странно, это не шутка Армяне здесь поселились в начале аж то ли 18-го, то ли 17-го века Вот И до сих пор как бы вкладывались в развитие городов какие-то постройки, какие-то предприятия Все благодаря мартиросянам При этом мечети какие угодно Синагога, англиканский храм, да? Верь не хочу А нет Говорят, что местные жители Я спросил, чем живут местные жители И нам сказали, они живут выживанием Это их основная сейчас цель в нынешних условиях Утром 19-я улица конечно само спокойствие Если сравнивать ее с ночным вариантом Варится локал фуд Крысы, коих немало в Янгоне Еще пока спят Современная архитектура конечно страдает в Янгоне Это прямо видно по ней Такой страдаческий фасад Все самое крутое здесь построили в прежние века А что, пельмени закончили? Тесто? А что ты посоветуй? Да, что ты посоветуй? Яйки Чего? Мы похожи на две булочки Давай чекин и порт Дост Зато дешево За все мы заплатили 6 тысяч рублей Меньше даже 6 тысяч рублей 6 тысяч киатов Это меньше чем 2 доллара Вот так вот А глаза на потели на все 10 Рубашку на выжим Пройдем мимо, потому что По всему Янгону шум генераторов Они стоят, в принципе, напротив почти каждой Лавки, магазина Какого-то заведения За постоянных отключений электричества Да Электричество здесь выключается по какой-то сложной схеме 4-4-2 Чаусов так же далек от футбола, как Мьянма От полноценного потребления электричества 4-4 минус 2, что ли? Обязательный пункт в Мьянме Это посещение местного кинематографа Здрасте, работает кино? Да А может показать? Потому что Мьянгский кинематограф Он застрял где-то на уровне любительского кино 70-х годов Там где вот, знаете, мохнатка микрофона Она сверху кадра немножко залезает Ну, раз у них тут ничего не работает Но мужики посоветовали нам другие Отличные кинотеатры, как они сказали Ну ладно, давай Все Что из фильмов посоветуете? За Мьянманское кино лучше всего скажут афиши Ну вот это вот ничего Дальше вот Киркоров с молотком Ну а все, дальше уже какой-то трэш с Виктором Сухарюком в главной роли А не слышны саду на нашей шорохе А сердце замерло до утра А если б знали вы, как мне дороги психотропные вещества Если б знали вы, как мне дороги психотропные вещества Мне кажется, что хлещи бирманского кино только бирманские мультики На самом деле, вот сохранилась еще такая штука Помимо самих опишек, тут огромное количество дисков Они DVD, да, я надеюсь? Ну это стандартный Ну да, ну смотри, это же классно, это форсаж на бирманском Шуточки у нас, конечно, ну скажем так, не всегда считываются зрителям Точнее, зритель думает, что он их считывает Но там все гораздо глубже И вот конкурс для олдов и старожилов DVD диск на бирманском языке Можно сказать, вечер с Домиником Торетто 16, а нет, 10 серий форсажа на одном диске Для тех, кто расшифрует вот эту чаусовскую шутку Ну я не знаю Ну, серьезная упаковка Ну, Нара Нара хороший чай Послевкусие такое у него Мне она била по больному, но я поржал Пишите ответы в комментариях Не думаю, что угадавших будет уж очень много Ну, если вдруг несколько, то подтянем жребий Мы пришли в место, где целая россыпь кинотеатров Через каждые, ну, буквально 20 метров Тут администраторы, ну, и не знаю, кто это Опять нам начали что-то советовать из кинопродукции Полный зал Ну, конечно, в воскресенье все-таки Что мьенманцам-то еще делать, кроме как нефтеносители Попытка номер 4 Это уже четвертый кинотеатр, который встречается нам Пока Чаусов настаивал, чтобы поставили форсаж С нашего диска Я понял, как местные бережно хранят свой кинематограф Еще на стадии покупки билетов Нам сказали, что снимать внутри нельзя Не дай бог, улетит экранка в сеть Местное кино это очень плохо и чаще очень смешно Но, правда, смешно от того, как это плохо Но стиль все-таки прослеживается И, надо сказать, увиденное в этот раз в киноте зрительного зала По уровню было гораздо выше, чем то, что я видел в местном кино 10 лет назад, когда побывал в Мьянме впервые По культурным моментам, значит Пагода Суле Одна из достопримечательностей района Чайна Таун Окружена всевозможными магазинами Где, по рассказам местных, много хиромантов Хиродилеров Хиродилеров Нет, он сказал, копировальные машины там Ну и копировальные машины Руку сканировать Традиционные Руку сканировать Но это еще с 17 века Город проектировали британцы Улица расположена, вот как в Нью-Йорке Вот так вот, Стрит-стрит-эвеню, ну буквально И такими квадратными райончиками прямоугольными И идут они Одна широкая Две узких И вот так вот чередуются Одна широкая Две узких Одна широкая Две узких Такая британская азбука Морзе Ну в общем, вы поняли, что ключевые слова по Мьянме Генератор Бетель И... И все Вот все-таки чем хорош здесь контент? А тем, что если даже страна не зашла автору канала, попрощается он с ней все равно Ай, так романтично и так душевно Не вернусь Договорил когда-то и туман Глотал мои слова И превращал их в воду Я все отдам За продолжение пути оставлю позади Мою беспечную свободу Не потерять бы серебря Ее одну заветную Пожалуйста, вот такая Мьянма Ставь лайк этому видео, если оно тебе понравилось Ставь дизлайк, если... Не, не ставь дизлайк, ты что жлоб что ли какой-нибудь, я не знаю Пиши в комментариях то, что считаешь нужным Оформляй подписку на платные ресурсы Если нет сил ждать новой серии Ну и подписывайся на этот канал, если ты здесь впервые Это была заключительная серия в этом году Всех поздравляю с наступающим Новым Годом Счастливо!